Добрый день, дорогие друзья! С вами Forbes Digest. Мы во Владивостоке, на острове Русский. Это один из самых восточных городов России. Путь от Москвы занимает более 8 часов. Практически столько же лететь в Москву из Нью-Йорка. Мы домой летим. Все знают Владивосток по хиту Муми Тролля. Владивосток, две тысячи! Новый купюрный номиналом 2000 рублей. Милкис, Успинце. Милкис и Пинце. Японским автомобилем. Во! Вообще бомба! К криминальному прошлому и красивейшим мостам. Именно здесь начинается деловой сезон после лета. Здесь пятый год проходит ВЭФ, Восточный экономический форум, куда приезжают Владимир Путин и лидеры других стран. В прошлом году главным иностранным гостем был Си Цзиньпинь. В этом премьер-министр Индии Наренда Моди. Но мы, Forbes, про бизнес. Поэтому мы покажем вам Владивосток и бизнес именно здесь. Именно Владивосток, тот единственный российский город, который пустил глава КНДР Ким Чен Ын, приехал на бронепоезде. Эксклюзивное интервью с основателем ДНС Дмитрием Алексеевым. В центре России Москва это какая-то громадная черная дыра. Про город лучше меня расскажет Илья Варламов. Владивосток один из моих самых нелюбимых городов. А местный ресторатор Паша Белинец приготовит для вас настоящего камчатского краба. И подарит ужин на 100 тысяч рублей. А кстати, до Владивостока не добрался еще этот Блэк Старбургер? Блэк Старбургер пока не добрался. Пока здесь только мы, море, Лагутенко и крабы. Приятного просмотра. Владивосток один из моих самых нелюбимых городов. И тут надо объяснить просто почему. Потому что, ну, есть некоторые города, которые, они отвратительные, никто их не замечает. Ну, например, Чита. Там грязно, там бедно, и никто в этой Чите, наверное, и не был. Что вообще делать в Чите? Здесь вот храм, здесь Вова и Макс крутые, и качалочка. Кстати, что интересно, билет в Читу стоит дороже, чем из Москвы. Москва-Чита дороже, чем Москва-Нью-Йорк или Москва-Лос-Анджелес. Поэтому, мне кажется, из-за этого люди летают в Лос-Анджелес, а не в Читу. Но, и Читу как бы никто не знает, ну, потому что, ну, Чита и Чита, да. А Владивосток город потенциальный, который мог быть очень крутым. Я хочу напомнить, что Хрущев же, да, хотел, это же наш Сан-Франциско должен был быть. И, то есть, мы должны были прилетать во Владивосток, как в Сан-Франциско, выходить, да. У нас тут, ну, ладно, Кремниевая долина там не обязательно, но какой-нибудь там Голливуд, какой-нибудь там Беверли-Хиллз. То есть, ну, что-то, да, какой-то кайф, кайф от жизни в потрясающих, вот этих, на этих холмах, с видом на океан, крабики, чайки, белоснежные пляжи, там спасательницы бегают. Ну, то есть, какой-то кайф, там, вот этого места должен быть, а ты приезжаешь и видишь, все завалено машинами, все машины-машины друг на друге, да, какой-то там свал какой-то автохлама. Ну, здесь хорошо видно, что все пустыри в центре, они отданы под парковку. То есть, здесь могли быть какие-то общественные пространства, но из-за того, что здесь какое-то невероятное количество автомобилей, они занимают все место. От города не осталось практически ничего, то есть, если сравнить с фотографиями даже, там, советского периода, я уж не говорю, там, про дореволюционный период, то от города не осталось практически ничего. То есть, город полностью потерял какую-то свою идентичность, все застроено какими-то панельными непонятными домами, в центре везде какие-то нелепые эти торговые комплексы, какие-то гостиницы, вот это все китайское дешевое бароход. То есть, ну, город превратили в ритм, то есть, он выглядит какой-то глубоко провинциальный, вот какой-то китайский такой вот райцентр, хотя это могла бы быть реально вот Сан-Франциск. Сан-Франциск почему-то не получил. Какие-то просто отвратительные карликовые фонари. Это уничтоженный общественный транспорт, уничтожено историческое наследие, это жутчайшая автомобилизация, с которой, как бы, никто не знает вообще, что делать. Это очень несправедливый, агрессивный, недоступный город, да, потому что если у тебя в Владивостоке нет денег, нет машины, нет каких-то возможностей, ты просто будешь как человек второго сорта. Это вот реальная сегрегация, которую мы сейчас наблюдаем, богатые и бедные, это очень несправедливый такой... То есть, там это ярче видно, чем, например, в Москве? Абсолютно, абсолютно, конечно. Создается впечатление, что, чтобы добиться чего-то, какого-то успеха в бизнесе, например, следует из Владивостока уезжать, я тебя правильно понимаю? Нет, почему? Я раз такое говорил. Нет, слушай... Инфраструктуры нет, ничего нет. Подожди, успех в бизнесе и комфорт и некомфорт в городе немножко разные вещи. Давай про бизнес. Смотри, есть много мест, где можно заработать деньги. И как показывает практика, как раз, где можно заработать деньги, это не всегда приятные места. Ну, даже, если мы возьмем просто на таком массовом уровне, народ едет работать раньше и до сих пор, отработают какие-то адские условия на север, терпит какие-то неудобства, лишения, жестокий климат и полную жопу, но возвращается вот с баблом потом на материнку и покупает себе квартиру, домик в Сочи и доживает там спокойно свою жизнь. Позиция Варламова понятна, но ведь хочется какого-то местного крупного бизнесмена, прямо как Галецкий в Краснодаре. И такой есть. Единственная организация, которая попала в рейтинг 200 крупнейших частных компаний России со штаб-квартирой в Владивостоке – ДНС. 31 место, выручка в 2018 году – 268,5 миллиардов рублей. Ее основатель Дмитрий Алексеев, коренной житель. Когда я позвонил Дмитрию, чтобы договориться об интервью, он сказал, что не хочет записывать его в кабинете. Предложил интересную локацию – золотой мост, символ города, настоящий патриот. Работа в провинции, в Владивостоке, особенно в дальних регионах, она способствует формированию достаточно правильной, мне кажется, управленческой культуры, в которой ты просто понимаешь, что из Владивостока действительно из-за расстояния, из-за даже часовых поясов, разницы во времени, контролировать все и вся невозможно. Есть такой стереотип о Владивостоке, подтвердить его или нет, то, что это портовый город, достаточно был опасный раньше, я не знаю, и сейчас, наверное, тоже есть определенные какие-то риски. Как вы пережили 90-е и начали такой успешный бизнес? Я думаю, что это миф, потому что времена, они, конечно, разные. У меня нет воспоминания о 90-х, как о сплошном кошмаре. Ну да, конечно, было много нюансов, но как раз, я думаю, что все-таки специфика портового города заключается в том, что в таких городах лучше торговать, чем бегать с дубинкой или еще что-то. И поэтому достаточно быстро все сообразили, что заниматься бизнесом лучше, чем бандитствовать. И известно то, что несколько там бывших мэров Владивостока попали под уголовное преследование, что, собственно, вызывает вопрос, как тут живется с бизнесом и сказывается ли там вот эта политическая нестабильность в некотором роде на вас? Мне кажется, что тут есть несколько таких мифов и не очень правильных оценок ситуации. Но все чувствуют, что что-то не так. Ну, пять мэров посадили или сколько? Четыре. Четыре мэра? Да. Извините, что прерываю, надо сделать небольшую паузу. Все-таки уголовные дела в отношении бизнесменов и чиновников достаточно часто мелькают в новостях. Но чтобы сразу несколько мэров подряд, это отличительная черта Владивостока. Самое громкое дело касается бывшего мэра города Игоря Пушкарева. Его приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафов в полмиллиарда рублей. Пушкарева признали виновным в коррупции и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, с 2008 по 2015 год он получил взятки в размере 75 миллионов рублей за помощь определенным компаниям в выигрыше грантов на строительство дорог. Одним из таких предприятий была компания «Восток Цемент». Его компания переоформлена на брата. Мы сильно удалены от Москвы, да, как времено, так и географически. И за счет этого все проблемы госуправления у нас кратно видны. Сказать, что у нас чего-то там такого особо криминального, вот там президент говорит, там перечиск любит, о, там на Дальнем Востоке какие-то там эти криминал-криминал. В Химках ничего особо не отличается от Владивостока. Предпредыдущий мэр Пушкарев, которого там совершенно безумные сроки осудили, совершенно, на мой взгляд, ни за что и не по-понятному. Он приличный человек, и проблема не в нем, не в том, что какие-то есть там криминальные люди. Проблема в том, что система госуправления не работала. После таких заявлений одного из самых ярких представителей бизнеса Владивостока, мы, хотя это не в стиле Форбс, мы постучали в кабинет нынешнего мэра города, Олега Гуменюка. И вы знаете, он нам открыл, хотя знал, что мы будем говорить с ним о коррупции и посадках предыдущих мэров. Если вам интересно, нынешняя зарплата Гуменюка составляет 150 тысяч рублей в месяц, с учетом надбавок за гостайну и прочими премиями. Коррупцию судят органы, которые видят это все, и у них свои масштабы и опросы у населения. Я не могу судить о коррупции. Я чиновник, который пытаюсь сделать так, чтобы все было, знаете, как в открытом поле. Не хочу судить людей, кто был до меня. Это, знаете, как не суди, да не судимый будешь. Как оно было, так оно и было. Если там люди какие-то совершили ошибки, то они за них сами отвечают. Я не хочу совершить своих ошибок. И я, естественно, понимаю, что любое негатив, который мы видим в СМИ, это я понимаю, что это моя ошибка, но я пытаюсь ее исправить вот в этой части. Никогда не будет так, что везде бизнес будет устраивать власть, и власть будет устраивать бизнес. Никогда такого не будет. Если это будет, то возникают всякие возможные вопросы. Всегда можно найти середину. Мы не забыли про средние и малые бизнесы. Во Владивостоке внимание, конечно, падает на хорику и морепродукты. Поэтому мы отправились в гости к молодому предпринимателю из Владивостока Паше Берен Суон. Ресторатор, ему 29 лет. И говорили мы с ним, конечно же, как принято на Дальнем Востоке, заготовкой камчатского краба. Нам очень важно, чтобы вы не потеряли аппетит по ходу нашего выпуска. Вот так вот этот краб впервые попал в Форбс. Так, подожди, он пытается вернуться. Да, но вообще на спину надо положить, если ты хочешь, чтобы он не свалил. Сейчас. Давай, тебе помогу, я-то уже на опыте. Опа! Такой прием, прямой, приорожский прием. Давай три доставай и пиво сейчас возьмем. У нас безалкогольная программа. Конечно, а у нас безалкогольное пиво. Основной плюс Дальнего Востока для предпринимателей, это примерно то же самое, что минус для жителей. Дальний Восток не очень развит, все можно улучшать. То есть, вот, что бы вы ни взялись, все можно сделать лучше. Поэтому предприниматели, возможности достаточно большие. И у нас есть своя такая определенная автономия. Понимаете, в центре страны у нас, в центре России, мы сейчас работаем, у нас основной бизнес розничного у нас по ту сторону Уральских гор, в центре России. Вот здесь головной офис. И мы просто видим, что такой вот тоже есть нюанс, который надо использовать в своем, как преимущество. В центре России Москва, это как такая громадная черная дыра. Она высасывает все вокруг. Все деньги, да. То есть, понимаете, а у нас такая своя вселенная. Тут можно как-то быть небольшому бизнесу. Глядишь, какой-то там гравитация не раздавит большое слишком. Можно. У нас есть какая-то своя культурная самобытность, своя бизнес-самобытность. Это однозначно плюс, который можно использовать. Другое дело, что, конечно же, предприниматели стараются не сильно высовываться, потому что все-таки государство у нас большое, во всем имеет свою руку. И если хочешь работать, то надо как-то... Дружить с властью? Не дружить. Не то, чтобы... Поддерживать какие-то отношения? Не выпендриваться, да. Не выпендриваться? Да, выпендриваться. Ну, я не знаю, насколько я выпендриваюсь, но мне все-таки кажется, что это вопросы все сильно взаимосвязаны. И мне сильно нужно развитие экономики и развитие Дальнего Востока. И я просто вижу, что это упирается в совершенно конкретные проблемы именно госуправления, именно то, о чем мы с вами говорили, о принятии решений с точки зрения чиновника. Упирается в силовое давление. Это же совершенно ненормально, что у нас на уровне вот такой политической культуры считается, что основной метод управления – это силовой прессинг. Если прокуратура не пришла, то это значит, как бы никто ничего не делал. Каждый экономический форум, будь то форум в Петербурге, будь то форум в Владивостоке, всегда связан с такими красивыми павильонами, стендами, где показаны новинки тех или иных компаний. Сейчас мы находимся в зоне, где большая часть – это министерство. Вот Мимпромторг слева от меня, сзади – Министерство природных ресурсов. Здесь Ростуризм, но одно учреждение представлено на экономическом форуме, и это особенно актуально в этом году впервые. Генпрокуратура Российской Федерации. Вот и стенд Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Я предлагаю сразу ознакомиться с памятками, которые здесь есть для гостей. Мы очень удачно пришли, потому что сейчас это пленарное заседание, там самая высокая концентрация высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Сейчас мы отправимся после пленарки раздать им этот замечательный материал, памятку для предпринимателей и противодействия коррупции. Алексей Евгеньевич, знаете, что сегодня случилось на форуме? Впервые появился павильон Генеральной прокуратуры, вы знаете? На экономической форуме мы вручаем всем памятку. Тот самый случай, когда это совершенно, наверное, хорошо, что можно работать по правилам, нужно работать по правилам, и попадаете вот сюда, Генеральная прокуратура, только в павильон. Как думаешь, он оценил прикол или нет? Как вы думаете, это полезная вообще акция? Ну, конечно, потому что есть возможность обратиться со своими проблемами, и там вами займутся. Вам помогут, хотел сказать, и вами займутся. Нет, я там уже выступал, я могу сказать, что это полезная история, потому что для нас, по крайней мере, для Института Уполномоченного именно Генпрокуратура стала таким очень важным помощником, я не знаю, или как бы они партнером в той работе, которую мы делаем, кое-чего в последнее время стало удаваться. Вот только за последние два месяца 25 человек изменили меры пресечения. Практически везде прокуратура нас поддержала. Поэтому для нас это партнер, что очень важно. Я думаю, что для всех, кто бизнеса, который на себе ощутил какое-то давление, в том числе и силовых структур, не только и административный или прочее, прокуратура помощник на самом деле. Блин, если мы поймаем сына Чайки и дадим ему эту штуку, это будет просто такой разрыв нереальный. Мы ничего не имеем в виду, мы просто проводим аксы всем, всем раздаем. Ну, я хотел бы сказать пару слов об этом, что Генпрокуратура в последнее время сделала очень серьезную вещь. Они сделали портал, куда может обратиться предприниматель любой, через электронную почту, в отношении любых нарушений, которые происходят в разрешительных органах, неплановые проверки, любые факты коррупции, вымогательства и так далее. И он работает очень быстро. Ряд наших предприятий просто имел опыт общения, и реагирование происходит фактически мгновенно. То есть это новый элемент, по сути, защиты бизнеса от неправомерных действий должностных лиц. Мне кажется, это хорошо. Если говорить о Калви и прочих вещах, вы говорите сейчас о следствии, но оно у нас выделено, это следственный комитет, то есть это другой орган. У них павильона пока еще нет. У них павильона нет, да. Наверное, появится. Впервые вообще-то в всю историю экономических форумов России появился павильон генпрокуратуры. Мы всем раздаем их раздаточные материалы. Зачем? Ну, просто чтобы знали, что... Отставьте себе. Ладно, все. Нам тоже пригодится. Сейчас вернемся к Алексееву. Совсем забыли спросить его о самом форуме. Форум, конечно, замечательное мероприятие, знаковое для Владивостока, и так много людей важных и известных, конечно, к нам до этого никогда не приезжало. И такое количество людей, принимающих решения, тусуется в Владивостоке очень редко. Наверное, это хорошо. Проблема в том, что, с одной стороны, во-первых, это все-таки не про нас, а не про реальную экономику. Во-вторых, честно говоря, пятый год подряд говорить примерно об одном и том же. Ну, я не вижу целесообразности в этом деле. Сейчас в Владивостоке более важное событие. Мне кажется, я сейчас работаю наблюдателем на муниципальных выборах. И я, честно говоря, тороплюсь сейчас побежать на участок посмотреть. Мы вас скоро отпустим. Да. Не балуются ли нехорошие кандидаты подвозом избирателей. У нас очень увлекательная борьба с технологиями и с различными злоупотреблениями. Ну, то есть, вот, все то, что сейчас происходит в стране, оно и в Владивостоке имеет свое отражение. И поэтому, мне кажется, что для судьбы страны и для судьбы, в том числе, экономики и развития Дальнего Востока, то, что сейчас происходит на выборах, важнее, чем то, что сейчас происходит на ВЭФе. Друзья, давайте разберемся, есть какая-то польза от этих мероприятий или ее нет. Вот, например, сооснователь американского стартапа химтех Андрей Гавриленко, но при этом он советник директора Росконгресса, компании, которая эти форумы организует. Он, конечно же, за. Экономист Андрей Мовчан против. Мы столкнули их лбами. Раньше знали в России только Москву, Санкт-Петербург, потом Сочи, теперь уже Владивосток, потому что в прошлом году здесь был Синдзипинь, да, глава Китайской Народной Республики. В этом году премьер-министр Индии. И все-таки мировая пресса начинает писать, да, что какие-то подписаны соглашения, приняты какие-то очень важные решения именно во Владивостоке. И это уже ежегодно происходит, и все знают, что в сентябре будут совершены какие-то большие крупные сделки, заявления по азиатскому региону. Я считаю, что это достаточно бесполезное мероприятие, честно говоря. Экономика не меняют. Для кого-то они могут оказаться локально полезными, если удастся о чем-то договориться или что-то узнать. В целом на них зарабатывают организаторы. Сегодня мы говорим, что мы уже явно видим проектов больше, чем на полтриллиона рублей. Если говорить о конкретных проектах, могу сказать, что это проекты, в частности, развитие, большие проекты, такие как развитие производства судов на звезде. Это новая фактически область. Мы строим новое судоходство в северной части страны. То есть мы говорим о том, что будем осваивать арктический ледовый путь. И здесь этот проект, безусловно, очень важен для развития проектов, связанных с СПГ, это Ямал-СПГ, Арктик-СПГ. Это направление, связанное с перевозкой газа. На все надо смотреть с позитивом и все делать на сравнении. Если смотреть каждый год, то Дальний Восток с каждым годом он все больше и больше становится открытым для бизнеса. Даже с точки зрения обывательского, ты каждый год приезжаешь, тут открываются новые рестораны. Да, там какая-то инфраструктура появляется новая. Ты видишь, что город меняется, город живет. Понятно, что, наверное, проблем тут еще очень много, но все равно с каждым годом какие-то вопросы решаются. Качественного результата нету, да, для города? Или есть? Да, я думаю, что вот за эти пять лет, наверное, какого-то вот такого ощутимого результата для города. Более того, понимаете, многие решения, они, ну, мягко говоря, от нас отсюда выглядят достаточно сомнительно. Приезжают уважаемые люди из Москвы и подписывают с Монголией договор о том, что в бухте Троицы будет построен крупнейший перевалочный порт по экспорту угля монгольского в Азию. Но люди же знают, что бухта Троицы вообще-то это жемчужина Дальнего Востока, любимое место отдыха, чистое, прекрасное место, куда ездит не только весь, все Приморье, но и весь Дальний Восток. Курорт такой, да? Да, это курорт, да, и посреди него сделать терминал угольный, это, конечно, супер-мега идея, да, но, может быть, все-таки есть какие-то другие варианты, да. Я понимаю, что, ну, просто, вот, понимаете, вот нюансы с точки зрения, опять же, принятия решений, ну, я, конечно, понимаю, что это звучит дерзко, что, ну, может быть, все-таки можно и людей тут спросить вообще, как вот сделать. Ну, и вот таких нюансов очень много, оно, ну, вызывает у граждан некоторое такое удивление, местными жителями это считывается, как такой пир во время чумы, потому что это все делается с имперским размахом, все это так, такие гастроли, да, вот приехал корабль, все, потусили, уехал корабль. Наверное, это хорошо, я думаю, нужные вещи там обсуждаются, но есть, как бы, нюансы, которые от нас видны таким, ну, определенным характером. В какой-то момент я почувствовал, что я на ВЭФе как-то немножко не в своей тарелке. Да, это уникальная возможность, когда можно подойти там практически к любому министру и сказать, а вот, не подмахнете ли мне вот такую бумажку? Да, наверное, этим можно по-руди попользоваться, но я, честно говоря, не знаю хороших примеров, чтобы это у кого-то сработало, да. Во-вторых, сейчас такая ситуация, что надо пять раз подумать, да, вообще, стоит ли это подписывать, потому что любые такие штуки, они могут быть и опасными. Мы сейчас готовим краба в каком стиле? Мы готовим краба в классическом крабском стиле. Да, или как готовят в Владивостоке, да? Да, слушай, мы просто сейчас готовим краба, мы его просто сварим, как вот обычно его готовят. Его просто варят, его разделывают, потом его варят и, собственно, подают на стол. Название Краб Фэктори, это почему так называется? Не на русском, не как там. Потому что у нас основная аудитория, это корейцы. Да? И да, мы просто понимаем, что цель их визита во Владивосток это, в первую очередь, поесть краба, и для того, чтобы быть более популярными в Южной Корее, мы назвали наше предприятие Краб Фэктори. То есть вы на российский рынок особо не нацелены, да? Нет, к сожалению, нет. Почему? Ну, потому что корейцы потребляют морепродукты в большем количестве, чем русские, к сожалению, это так. Потому что дорого или почему? Ну, для них это, для корейцев очень дешево стало последнее время ездить в Россию. И, ну, их, точнее, наш краб в Корее стоит порядка 100 долларов за килограмм. Здесь же он стоит 1900 рублей, что равно 25 долларов. Четыре раза дешевле, да? То есть это отбивает и билеты, и проживание. Ну, вот у нас есть статистика, что, ну, южный кореец на поездку в Владивосток, а их обычное пребывание длится не больше трех дней, они тратят 2000 долларов, из которых 500 долларов – это билеты и проживание, и 1500 они тратят на еду. То есть вот как раз они ходят и красти краба поедают. А почему в Москве так дорого стоит? В Москве это настоящая такая еда, ну, если не для участников списка Forbes, ну, для тех, кто немало зарабатывает. Здесь же это просто очень дешевле. Вопрос транспортировки, в первую очередь. Сколько стоит открыть такой ресторан? С учетом того, что мы открывали на месте предыдущего кафе, это стоило порядка… У вас была кухня, у вас… Да, 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 здесь было все уже укомплектовано, мы просто зашли после других людей и реорганизовали ее в такой проект, моноконцепт, где титульный продукт, собственно, это краб. Вот. Это стоило порядка, наверное, со всеми доп. вложениями около 4 миллионов рублей. Ну, вот я когда спрашивал одного известного московского ресторатора… Ага, ну, там тарифы-то понятно. Там тарифы побольше, вот есть такой ресторан «Сахалин» Борис Сазарков, он говорил, что, ну, это больше миллиона долларов он потратил, а краб, я думаю, вообще не хуже, тот же самый краб у него, да, получается? Я думаю, что не тот же самый, а именно он. Так что, друзья, если хотите заняться предпринимательством… Нужно ехать в Владивосток. Можно поехать в Владивосток в том числе, мы же объективные. Так, и открылись, значит, вообще недавно, да? Мы открылись 1 мая, на открытие у нас была ровно неделя, вот. Что значит? Ну, нам 26 апреля подтвердили помещение, и 1 мая мы должны были открыться, потому что начиналась аренда. Ого! Ну, и вот, собственно, за 1 неделю мы организовали вот такой вот проектик, скажем так, и что? Ну, и, собственно, начали работать. Слушай, ну, в мае, получается, 4 месяца, да? Да, мы работаем 4 месяца, и у нас уже со 2 месяца был sold out, полная посадка людей, и мы вышли в ноль, получается, со 2 месяца мы вышли на точку безубыточности, и 3-4 месяца – это чистая прибыль, мы окупили весь ресторан. Наверное, всех интересует вопрос, сколько вот это вот все стоит. Да. Ну, начнем с того, что если краб живой, да, то его цена должна не превышать 1000 рублей за живого, за килограмм живого краба. Если он уже разделан и в фалангах, то она должна быть не больше 800. Ну, соответственно, если это уже чищенное мясо, да, то есть, вот, собственно, сами фаланги. Это самое дорогое, что в нем есть. Да, это фаланги. Да, вот мясо, которое внутри, это самая ценность. И если оно будет чищенное, уже в брикетах заморожено, оно должно стоить до 2500 рублей за килограмм. За килограмм. Да. Ну что? Ну что, Джесси, Джесси, давай варить. Джесси. Джесси, сегодня мы будем варить. Но даже не думай варить по моей формуле. А сколько варится краб, собственно? Пять минут. Пять минут. Пока варится краб, есть несколько минут поговорить о других малых бизнесах Владивостока. Мы бы отнесли его в категорию лакшери. В общем, этот экономический форум еще особен тем, что здесь можно немного заняться шопингом, примерить на себя национальную, я думаю, совершенно не дешевую одежду. Это шоу-рум чукотки с Камчатки. Она и мужская, и женская. Она такая, и одевается. Из чего это сделано? Что это? Из соленьей шкуры. А сколько вот будет мне заказать в Москву пару таких вот чухлянок? Не знаю, мне сказали, что в Москве, когда наши ездили, продавали по 120 тысяч рублей вот так. Так что вот так, вполне себе, знаете, стиль Forbes. 2000 долларов стоит одна вот такая штука, сейчас я ее померю. Нет, они вот такую вот еще продают. А, это вот, это для красавиц. В общем, сейчас мы делаем такую акцию на Камчатке. Чукотский народ именно так привлекает подписчиков на свои YouTube-каналы. Я уже вижу лайки, хейтеры, все идет, все идет к нам. Какие вообще ниши в Владивостоке самые прибыльные? Ну, я думаю, что самые прибыльные, наверное, добыча Камчатского краба. Да? Ну, конечно. Да раньше вообще такой популяции не было. Это последние вот 3-4 года, когда корейцы именно сюда наехали. Вот уже после этого, так скажем, переворота во Владивостоке стало популярным есть краб. То есть они из обычного сделали какую-то диковинку, и теперь это как бы популярное направление. Все сюда приезжают, есть в основном краб и морепродукты. Ну, у них вот топ самых покупаемых продуктов – это краб, это медведка, ботан, креветка и гребешок. Вот это топ-5 корейца. И еще ему обязательно нужно купить крем с морковным экстрактом, тот чуть-чуть ниже, да, съесть бургер и попить приморского пива. Ну, не только что приморского, просто любого отечественного пива. Слушай, а уровень жизни из-за этого наплыва туристов поднялся в Владивостоке? Ты как замечаешь? Я, если честно, да, замечаю. Вообще, я расскажу прикол. Я в прошлом году сдавал свою квартиру в аренду на Summit. На WEB. На WEB, да. Да, на WEB. На 3 дня за 120 тысяч рублей. Моя квартира находилась далеко не в центре, и она была однокомнатная. Вот. И, ну, это как бы разовые такие акции, но вообще за счет туризма, конечно, все гостиницы переполнены. Ценник на них растет просто как на дрожжах. Вот. Любая аренда недвижимости, которая сейчас находится во Владивостоке, это сразу деньги. То есть, ну, то, что я говорил, вот этот hospitality-сервис весь – это гостиница, это морепродукты, это сейчас, наверное, самое популярное направление. Ну, и, конечно, всякие экскурсии, но там не такие деньги. Ты был когда-нибудь на WEB? Он же 5 лет проходит. Да, я, ну, никогда не был, если честно, я не интересуюсь. А почему? Мне просто неинтересно. А тут параллельно происходит с жизнью города, ты замечаешь какие-то изменения там? Да, я замечаю, я из дома еду в центр полтора часа. То есть единственное, да, обычно. Качественные какие-нибудь изменения? Качественные изменения? Ну, наверное, нет, больше нет, чем да. То есть я такого резкого изменения не видел пока что. Ну, хотя вот сегодня я смотрел видео, где Владимир Владимирович сказал, что для дальневосточников сейчас будет ипотека 2%. Я обрадовался, когда сказать спасибо. Ну, во-первых, я просыпаюсь, допустим, утром, да, у меня есть целый день по Владивостоку. И когда просыпается Москва, это 5 вечера. Это 5 вечера, по-моему, 10 утра по Москве. И, соответственно, я начинаю вторую часть работы. Потому что здесь она уже как бы подходит к концу, а в Москве она только начинается. То есть Москва для меня хороша тем, чтобы там делать бизнес, когда у тебя есть четкое понимание, что ты хочешь, ты приехал, сделал, уехал. Ну, или там какое-то время его контролируешь. Но жить постоянно в Москве я бы не хотел. До интервью ты мне говорил, что вообще не покупал рекламу в России никакую. О, для кработеки, для крабректори? Ну, да, для вот этого вот ресторана. Не-не-не, да я вообще против был абсолютно этой истории. Я вообще не хочу работать с русской аудиторией в настоящее время, кроме доставки. То есть вот мне вот этот delivery как бы хватает для того, чтобы насладиться всей этой атмосферкой, скажем так. То есть вот крабректори, это чисто формат, который мы ориентировали на туристов, причем конкретно на корейцев. Мы прям сделали таргет, мы били конкретно в корейцев. Мы поняли, зачем они сюда едут. То есть у них, повторюсь, что у корейца, когда он сюда прилетает, у него есть основная идея, это поесть камчатского краба. Вот, ну и представь, математика, 320 тысяч приезжает сюда, правильно? Все они едят, ну, хотят есть краба. Да. Все, мы находимся в центре города, на самой пешеходной ну, как бы улице. Это вот, мне кажется, основной наш секрет успеха. То есть как Новиков говорил, place, 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 вот пожалуйста. Place как бы, и мы выстреливаем, без особой рекламы, вывески и так далее, мы просто работаем на туристов. Вторая фишка, которую, ну, я считаю секретом успеха, да, и вообще там, почему это все удалось. Мы просто взяли фокус-группу наших корейцев, ну, просто таргетированную, спросили, ребят, чего вы приезжаете сюда? Твои друзья какие-то? Мои знакомые, да. Мы говорим, ребят, чего сюда едут корейцы? Они говорят, все едут за крабом. Окей, все, и что еще хотят? Хотите гребешок, ботан, приветка, медведка, все, и пиво, говорим, хотим. Все, они вопрос, в центре города, все отлично, давайте. Как вы, корейцы, они, конечно, как крабы, они тропами ходят. Один сказал туда эти, все, а там все. Ты как-то подкупил, как я-то ангажировал туроператоров? Вообще никого не ангажировал, просто вот смотри, я у них спрашиваю, что хотите, они говорят, краб. Я мониторю все рестораны во Владике, которые говорят, вот у нас там краб самый дешевый, там, в 200. Я говорю, все, 1900 и летим. Все, за 1900 ставим краба, добавляем пиво и все остальное, ну, все, дальше как бы едем. И корейцам говорю, ну-ка, вы давайте там своим скажите, что у нас там вот по 1900, и мы готовы вас встречать. Завязались с несколькими туркомпаниями, которые рекламировали своих туристов, что есть такая-то тема, кработека по 1900, самая низкая цена во Владике. Ну, и все, и штучка как бы чуть-чуть поехала. Потом мы привезли несколько пауэр-блогеров, ну, которые там... Корейских? Корейских, конечно, только корейских. То есть это какие-то такие маленькие с розовыми волосами? Нет, это что-то типа, ну, ну, типа что-то типа блогеров, ну, в Инстаграме, только в Нейвере. Нейвер — это корейский Google. Они приехали, написали такое ревью, отчет, да? Ну, а вообще о нас пофотографировали, все написали, как здесь вкусно. Мы их покормили, заплатили? Ну, мы ничего не платили, мы их просто покормили. Все. Весь маркетинг. Паш, если вот ты такой кладезь креативных идей, давай сейчас прямо что-нибудь придумаешь, и мы это разыграем. Депозит на 100 тысяч рублей в Канкарте. На 100 тысяч рублей? На 100 тысяч рублей. На полторы тысячи долларов? Да. Какое задание? На задание нужно быть подписанным на канал Forbes и в комментариях написать свою авторскую, инновационную бизнес-идею, описать ее, и самую креативную мы выберем, и, собственно, и подарим наш подарок. Надо уточнить, что билеты не оплачиваются в этом случае. Нет, конечно. То есть надо именно прилететь в Владивосток. Попробуй доберись. Да, если вы выиграете, прилетите, то на 100 тысяч рублей? Да. А можно будет так сделать, например, чтобы было честно? Если человек там, он один приедет, ему он тут на 100 тысяч рублей просто не съест. Вы ему упокоите на 100 тысяч рублей. Да, без проблем. Да, мы договорились. Вот так вот. Спасибо большое, Паша. Друзья, я знаю, что многие из вас включили этот выпуск, чтобы узнать, кто все-таки получил книгу, подписанную Евгением Чичваркиным. Вы прислали очень много комментариев, классных идей, и хотим поблагодарить всех, кто принял в этом участие. Но книга у нас одна, и победителем становится... Победителем становится Крикс Кастер. Очень многие написали нам крутые идеи, и все мы возьмем на вооружение. Но выделили именно Крикса за упорство и четкие тезисы. Целых 10 отличных идей. Книга отправляется вам. Дорогие друзья, это первый наш выпуск из российского региона. Справа от меня находится символ Владивостока. Золотой мост. Только полюбуйтесь. Слева от меня находится Мариинский театр отделения. Во Владивостоке невероятная красота. Если вам понравился этот формат, этот выпуск, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Forbes Digest. Субтитры сделал DimaTorzok